Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну, 4 главы. И в первой Мишне мы учили слова Бензома, мудреца, который не получил статуса раввина, хотя обладал величайшими знаниями в Торе. И его друг, так объясняет мораль из Праги, Бен-Азай, тоже это раби Шимон Бен-Азай, и тоже он не получил статус раввина, и его тоже называют Бен-Азай, так же, как и Бен-Зом. И когда мы начинали учить 4 главу, когда мы начинали учить слова Бен-Зома, мы говорили про то, что они были величайшими мудрецами своего поколения. И Масеха Тавод, поучение отцов, объясняет мораль из Праги, это отцы мира. Наши мудрецы – отцы мира. И в зависимости от того, как главы поколения, главы еврейских мудрецов понимают Тору, так выглядит мир. Поэтому они называются Авод-Олам. Мудрецы называются отцами мира. Так вот, объясняет мораль из Праги, что так расположен трактат Авод, что как раз мудрецы одного поколения, больше того, мудрецы близкие друг к другу, их высказывание приводится рядом. И я только кратко напомню то, что учили мы, то, что написано было в первой нишне. Это высказывание Бен-Зома. И о чём же он говорит? Он говорит, даёт своё определение, на самом деле определение Торы, кто называется мудрецом, кто называется героем, кто называется богачом, и кто тот, кто достоин уважения. И можно повторить, мудрец – это тот, кто учится у каждого человека. Герой – это тот, кто подчиняет своё дурное начало. И он лучше, чем тот, кто захватывает целый город. Богачом называется тот, кто доволен тем, что Творец ему даёт. И, наконец, кому полагается уважение, тот, кто уважает других людей. Это определение Бен-Зома. И мы говорили, что это, на самом деле, основа всей жизни человека. Мы говорили, что каждый человек хочет быть счастливым и богатым, а не бедным и больным. Это понятно. Но на самом деле открывается здесь корень управления Творцом всем мира. И то, что я слышал от Гаона Равмыши Шапира, он объясняет, что это основа всего мира. Как раскрывается настоящая реальность. Как на иврите будет реальность? Метциют. Это слово, которое придумали наши мудрецы. Почему называется реальность Метциют? Это то, что вышло. Это то, что реализовалось. Яцаляпон. С чего начинается открытие, раскрытие божественного воздействия Творца на мир. И мы тогда открываем первые слова Торы. Берешит, вара, элуким, эд, ашамай, вэд, аарц. И вдруг открываются удивительные вещи. Объясняет перевод то, что называется Таргум Ярушални. Это на арамейский язык переводится объяснение строчек Торы. И что же такое берешит? Объясняется. Бехухмета. То есть, мудростью основал Творец землю. Так вот, мудрость. Что такое мудрость? Хохма. Хохма – это общий взгляд. Это то, с чего начинается как бы некоторый процесс. Сказано, мудрец, тот, кто видит начало. Общий человек, который хочет построить дом. Что он делает? Сначала он зовет архитектор. Он чертит ему общий план дворца. Какие колонны будут, какие кариатиды, какие атланты и так далее. Общий план. Это то, что называется хохма. Дальше приходит каблан или, скажем, инженер. Он рассчитывает, какие нужны материалы. Сколько нужно рабочих. И так далее, и так далее. Это уже то, что называется понимание. Значит, объясняет Раш. Хохма – это то, что человек получает от другого. Так вот, начало проявления Творца. Реализация замысла Творца. Это слово бы решит. Это бы хохма. То есть, это то, что написано в наших святых книгах. То, что Творец отворил мир. Еш ми айн. То, что стало, то, что реализовалось, из того, что скрыто. А то, что скрыто – это желание Творца. Это то, что называется корона царя. То, что мы не можем знать. Но с чего начинается? Все. Начинается всего с того, что называется мудрость. Мудрость. Что это такое? Из… Почему мудрец называется тот, кто видит начало? Он видит, как из одного начала. Женщины здесь есть. То есть, те, которые умеют раньше в России, особенно, вязали свитера. Так вот, одна петелька нанизывается, а потом следующая. Так вот, что такое хохма? Мудрец видит начало. Как из одной точки он видит, например, как кто-то видит на небе точку какую-то черную. Специалисты знают, это идет тайфун. Это огромные тучи и так далее. С другой стороны, хохма – это общий план. Но она должна реализоваться. Через что она реализовывается? Реализовывается через целый процесс постепенного раскрытия. Так вот, первое слово «берешит» – это «бехохма». Бехухмата. Это хохма. Дальше. Бара-элоким. Элоким – это качество суда, справедливости Творца. Элоким – то, что объясняет Шулхана Рух. Что такое имя несет в себе Элоким? Это господин всего, источник всех сил, являющийся могучим. Такив. Могучий. Обладающий силами и являющийся источником всех сил. Это Элоким – это раздробление. То есть, это реализация, постепенная реализация то, что заключено в мудрости. И это то, что называется гибо. Это второе качество. Бара-элоким. Это шамай ваэта арец. Тот, кто сотворил небо и землю, является их хозяином. То есть, что это такое? Он приобрел их, он их сотворил своим речением. Это то, что называется богатство. Тогда мы видим вдруг эти три первые качества реализации замысла Творца в мире. Мудрость. Дальше следующее. Героизм. То есть, герой у человека. И, наконец-то, третье – богач. А где же то, что называется почет? Кто, кому полагается почет? Это то, когда раскрывается первое речение раскрытия Творца в мире. Первое – вайомер в творении первозданном. Что было сотворено? Свет. Вайомер-элоким ии-ор. И сказал Творец, что был свет. И это реализация славы Творца. Потому что этот Творец открывает свет. Если темно, мы не видим. А когда появляется свет, появляется раскрытие для творения того, кто его сотворил. Есть выражение из Мишли. Кинер-митцва ве-тора-ор. Потому что митцва – это как свеча. А тара – это сам свет. И тогда вот эти главные качества, которые сотворены. То есть, как Творец реализуется в мире. Так теперь мы можем подойти к тому, что говорит Бен-Азай. Который был один из четырех мудрецов. Который вместе с Раби Акилой. И вместе с Бен-Зомой. И вместе с Раби Элиша Бен-Авуя. Который получил имя потом Ахер. Вошли в самые высшие тайны творения. И сказано в трактате Хагига. То, что они постились. Они готовились. И благодаря тому, что они знали, какие имена Творца произносить. Это то, чем мы. Нам запрещено абсолютно заниматься. Это то, что называется практическая кабала. Они поднялись выше духовные миры. И что произошло? Один из них. Это начнем с Элиши Бен-Аво. Тот, кто получил имя Ахер. Он увидел ангела, отвечающего за управление миром. Мататом. И он подумал, что есть две власти. И тогда, когда он спустился, он отказался от соблюдения заповедей. И больше того, начал вырывать саженцы. В Талмуд приводит, что он пришел в дом учения. И сказал, что вы здесь делаете. Что вы учите Тору. Надо получать профессию. Выходите, уйдите учиться в ПТУ. Это я... Вот это называется вырывать саженцы. Отказался от... То есть, на высшем уровне, понимаете, что? Более сильно действует качество суда. И тогда взыскивается на толщину волос. Что произошло с Бен-Зомой? Он повредился в рассудке. А автор нашей мечты, которую мы сегодня, сейчас будем изучать, Бен-Азай из любви к творцу. Отлетела его душа. И он умер. И только один вошел в мире и вышел в мире. И это Раби Акива. Так мы понимаем, что тот, кто оказался достойным быть вместе с Раби Акивой, вы понимаете, о ком мы говорим. И чему он учит? Если мы посмотрели то, что сказал Бен-Зома. Это основа всего мира. То, что должен человек... Ну, мудрец. Все мы бы сказали. Тот, кто больше всего выучил книг. Только больше всего может дать советов другим. Кажется, совсем другое. Кто является мудрецом, кто-то учится у каждого человека. Тот, кто любит настолько мудрость, что для него это важнее его положение. Поэтому у любого человека он может учиться мудрости. Это называется мудрец. Кто называется герой. Не тот, кто захватил весь мир. Не тот, кто получил все медали на всех олимпиадах. А тот, кто подчиняет свое дурное начало. Это может не видеть ни один человек. Он наедине с творцом в комнате. Но у него была возможность сделать нарушение. И он себя преодолел. Это важнее, чем тот, кто на всех фотографиях, на всех заборах, во всех газетах, на всех станциях телевидения. Он герой, но наедине с собой. Так вот это сказано, что достойнее тот, кто подчиняет свое дурное начало, чем тот, кто захватывает город. Кто богач? Ну, того, у кого больше всего гелт, денег. Ничего подобного. Тот, кто доволен тем, что у него есть. То есть, он понимает, что и деньги, и золото – это только по творца. То, что творец ему посылает, он радуется этому. Может ли ему что-то не хватать? Сказано, что стол еврейского мудреца, который называется еврейский мудрецы, царями, малахим, он гораздо важнее, чем стол самого большого миллионера. Я на прошлой неделе, не эту субботу, а прошлую, я был в доме у одного из очень известных, я не скажу даже фамилию, русских, очень богатых людей. И он себя ведет скромно, и мы у него молились в доме. Ну, дом, конечно, это... Я только когда был в 1984 году в Ливане, когда солдат-освободитель пришел, в нас бросали розы ливанцы, когда выбили там Арафата и всех его злодеев. Так я входил в какие-то дома, я помню, это был дворец посла Йемена в Ливане. Раньше Ливан, это же была жемчужина, до всего этого. Так я видел такой дворец, там, где я был в субботу. Очень красиво, я вам скажу. И бассейн симпатичный, и мрамор красивый, и так далее. Не в этом дело. Но определение наше, кто называется богач, тот-то доволен тем, что у него есть. И, наконец, кому полагается почет? Ну, как? Тот-то самый известный человек в мире. Вот ему почет. Чем богаче человек, тем больше он хочет купить почетов. А здесь, оказывается, совсем другое. Тот-то почитает других. Вы понимаете, совершенно другой взгляд, чем то, что пишут все газеты, показывают все телевидения, трубят все радио. Так что же не хватает? И объясняет мораль из Праги, что пришел Бен-Азай, друг и величайший мудрец Бен-Зомы. И что же, чему же он учит? Что не хватает? Может, какой-то человек подумать, что я могу захватить весь город, захватить. То есть, починить свой дурной начал. Разве это возможно? И поэтому Бен-Азай пришел дополнить Бен-Зом. Причем, я расскажу вам историю, что... Вы знаете историю, мы это учили, когда учили слова про рабе Акиву. Особенно история, кто подарил еврейскому народу рабе Акиву. Это дочка Кальба-Саво, Рахель, которая увидела в простом пастухе вот этого великого учителя еврейского народа. И она сказала ему, если я выйду за тебя замуж, ты обещаешь, что пойдешь учить Тору? Он сказал, обещаю. И 24 года он учил Тору, и вернулся, и с ним шло 24 тысячи его учеников. Замечательно. Так вот, дочка рабе Акиву. Она была бы обручена с Бен-Азаем. И вот есть несколько мнений. Либо она разрешила ему оставить Шиду, либо она вышла замуж за него, и он потом с ней развелся. Задается вопрос, что это такое? Приводится цитата из Бен-Азая. Он говорит, «Всякий, который не занят прияур-вия, заповедью плодитесь и размножайтесь, как бы проливает кровь и уменьшает подобие Творца в мире». Хорошо. А как же он сам? И тогда спросили, есть те, которые красиво толкуют и красиво исполняют. Есть те, которые красиво исполняют, но некрасиво толкуют. А ты красиво толкуешь, но некрасиво исполняешь. И тогда что он сказал? Он сказал, что мне делать? Моя душа жаждет Тор. И это сказано, что у человека есть его суженая, это его жена, это его часть, которая его дополняет. И есть суженая, это его часть Тори, которую он должен открыть. Так вот, она рабе Акивы сказала своей дочке, что она сделала больше, чем то, что сделала она. Она 24 года мыла полы, исполняла всю... Прямо как профессора из России, которые здесь моют подъезд. Так вот, это то, что делала Рахель. Рахель, дочка одного из трех самых богатых людей в Иерусалиме, Кальбасаво, когда вышла на замуж за Акиву, она стирала чужое белье, мыла посуду, мыла полы, чтобы он учил Тор. Так когда ее дочка отказалась от своего суженного, вот как раз от Беназая, она сказала, ты больше сделала, чем я. Потому что полностью от него отказалась. Так вот, он настолько был велик, что он не... И вы понимаете, что у мудрецов это не изменило отношение рабе Акива к Беназаю. Понимаете? Он не сказал, ну, какой у меня хатан, чтобы у него духу не был на моем пороге. Нет. Вот он был тот, кто достоин был вместе с рабе Акивой подняться. И что произошло? То, что у горы Синай произошло со всеми евреями, которые там стояли, когда они услышали речения Творца, их душа отлетела, как стружки прилипляются к магниту, если он чуть ближе к ним приближается. Это то, что произошло с ним. Настолько сказано про него, говорит Рова, что я, как Беназай на рынках Твери, он знал всю Тору, и он обучал в Твери всех людей с любым вопросом, которые к нему приходили, он мог ответить. Он был учеником Рабио Шо Бенханани и другом, еще Хеврутой, Раби Акивой и Бензом. Так вот, что же оказалось, что не хватало в том, что сказал Бензома, что пришел и добавил Беназай. И тогда мы сейчас начинаем учить нашу Мишну. Беназай Омер, Гавирац, Ле Митсва Калак и Бахамура, Уборех Минаавира, сказал Беназай. Беги за даже легкой заповедью, как за трудной, и убегай от нарушений, потому что Митсва, Ше Митсва Горерет Митсва, что Митсва влечет за собой другую Митсву, Ва Авера Горерет Авера, а нарушение влечет за собой другое нарушение. Ше Скар Митсва, Митсва, Ва Авера, Авера. Потому что плата за заповедь – заповедь, а плата за нарушение – нарушение. Так что же здесь? Что? То, что нужно исполнять заповедь, это хидуш, то, что хорошо, правильно исполнять заповедь и не делать нарушений. Мы понимаем, что это не о чем говорить. Что это такое? Что он говорит? Беги за лёгкой заповедью, как за тяжёлой. И убегай от нарушения, потому что митсва влечёт за собой другую митсву, а нарушение влечёт за собой нарушение. Почему? Потому что плата за заповедь заповедь, а плата за нарушение нарушение. Так что же он учит? То есть, как? Могли бы сказать простой смысл. Как человеку правильно себя вести, чтобы достичь всё то, о чём говорил Бензон? Как? Тебе представляется лёгкая заповедь, беги за ней. Ну, что значит беги? Постепенно я сижу, митсва придёт ко мне. Что? Бежать надо. Почему бежать? Потому что сказали наши мудрецы. Пришла к тебе митсва Аль-Тахмицена. Не дай ей закваситься. Так же, как маца. Если мы оставим её без работы 18 минут, она заквасится, она станет хомицем. Оказывается, такой же самый закон про митсву. Как только представляется тебе митсва, не дай ей закиснуть. Потому что дурное начало, сказанное. Главный враг человека – это не внешние враги, а это его персональное дурное начало. Подстерегает злодей праведника и хочет его убить. Дурное начало, ничего, нет других планов. Убить. Что это значит убить? Человек живёт, у него 120 килограмм, он ест такие бифштексы, по еврейскому определению, он называется мертвец. Почему? Злодеи при жизни называются мертвецами. Почему? Они отсекли себя от источника жизни. Так что же это такое? Беги, чтобы заповедь, которая тебе представляется. Здесь Рав Кушнир давал уроки по Месилат и Шарим. И Месилат и Шарим говорит «Ам митсвот ам миздам нимлю». Заповеди представляются человеку. Что значит представляются? Представляется возможность их использовать, исполнить. получилось учила как хорошо. Нет? Проехала. Так здесь что говорит Бен Азай? Беги за легкой заповедь. Что значит за легкой? Что значит за тяжелой? Я понимаю, 100 килограмм поднять для меня тяжело, а поднять шекель нелегко. Он мне дает совет, что как только представляется у тебя возможность исполнить. Почему? Потому что одна заповедь лечет за собой другую заповедь. И тогда плата за заповедь заповедь. Есть множество комментариев, которые объясняют о чем идет речь. Но для этого сначала надо понять, что вообще такое заповедь. Мы знаем, у нас есть 613 заповедей. Почему у неевреев есть только 7, а у нас 613? Не справедливо? Ну, хотя бы им дали бы 100, а нам там 200, 300. У нас 613, а у них только 7. Почему? Я слышал одно объяснение, что когда в цирке выступает дрессировщица с собачками. У собачек такие бантики, там они прыгают, потом кошечки, и все, все в порядке. Все аплодируют, музыка играет, прыгают туда, сюда, все, поклоны. Замечательно. И вдруг в перерыве стали железные вот такие вот решетки, стоят пожарники с бронзбойтами, какие-то стоят с пиками, мы понимаем, сейчас будут хышники. Да? Так вот, хышники, это мы с вами. Чтобы вы знали, чтобы это, потому что митцва, чтобы это, это как цепь, которая обуздывает, впрямую написанная во многих местах. Тфилин, это как постромки, чтобы это вот человек надевает на голову, это источник мыслей, на руку, близкую к сердцу, это источник устремлений к сердце, так объясняют Минхатхенух и так далее, вот что это такое, чтобы я себя мог держать. И то, даже когда и это, и это, и Талит, и Цицит здесь, и Мизуса при входе, Рамбом говорит, человек окружен со всех сторон митцвод, и тогда ему легче удержаться. И при всем при том увидеть настоящего человека это трудно. Я слышал Равшимшан Пинкус, он говорит, что я вот эти Цицит я надеваю как майку уже, я уже не помню, что это такое. О, что такое. А, вспомнить про все заповеди, как, ну, это такая одежда у меня, понимаете. То есть человек живет в... Так вот, о чем мы говорим. Что человек, почему такое, вот этот хищник, которому нужно 613 цепей, которыми он может себя держать. Народы мира, им достаточно семи заповедей, и это называется заповеди по правильному существованию мира. Все понимают, это то, что понимают. Убивать, грабить, развратничать, идолопоклонство. Это то, что мир уводит. Чтобы мир существовал, должно быть справедливые суды, и не есть часть от живого животного. Семь заповедей, сыновей и ног. У нас 613. Ло натнатора, элекинегет, ецерара. Не данатора, но только против дурного начала. Сказано, самые свирепые из зверей. Там какие-то пантеры, свирепые из домашних этих вот, там это петух, например, там собака. А из народов мира кто самые? Мы с вами, евреи. Чтобы мы знали про нас, что это такое. Именно нам данатора была, потому что у нас шея трудно крутиться. Мы за каждым новым этим самым каким-нибудь товарищем не побежим сразу. Другое дело, что мы, если уж побежим, так побежим до конца. Это я слышал сам, когда отменили в 91-м году газету «Правду» и на время запретили действия коммунистической партии в Советском Союзе. здесь, в Иерусалимском лесу, собрались коммунисты Израиля и пили «Интернационал» на иврите. Если уж побежим, так это уже нас не остановит, вы понимаете? Так вот, что мы говорим о «Азимше Моумот» и «Сраэль»? Так вот, поэтому нам нужно бронзбойты, пожарники, пики и вот это вот вокруг, чтобы все... Потому что именно мы должны быть теми, которые должны получить Тору и реализовать ее в мире. Для этого у нас должна быть очень народ жестоковыйный. То есть, вот эта шея должна, если уже взяли, так до конца. И представьте себе, наш пратец Авраам, он жил, я вам скажу, где-то 3800 лет тому назад. Так представьте себе, вот эта основа, которую застолбил Авраам и которая перешла к Ицкаку, потом к Якову, потом через Леви, обучение и так далее до сегодняшнего дня. Так вы понимаете, какая должна быть железобетонная основа? И поэтому мы, сыновья Авраама, Ицкака, Якова, и мы должны понять, что же это такое «Беги за заповедь». Надо понять, что такое заповедь. Пока, но я понимаю, есть 613. Хорошо. Есть 248 заповедей действия, исполнения, делания, и 365 неделания. Хорошо. Видите, даже не делать больше. То есть, не делай, не делай, не делай. Только на одном языке, это я тоже слышал от Гаона Рамуэш Шапира, что запрет и заключенные, это то же самое слово. Асур в Асир. То есть, если я, еврей, буду делать то, что мне нельзя, я как бы окажусь в заключении. А почему 248 именно? Это то, что объясняют наши мудрецы, потому что есть ровно 248 органов тела. Полное соответствие исполнить заповедей действия и органов тела человека. И кто максимально достиг этого, сказано про Авраам Авину, когда ему Творец говорит, что он должен сделать обрезание. Ходи передо мной и будь цельным. Когда он сделал обрезание, он стал Авраам. Числовое значение этого имени ровно 248. Так вы понимаете, каждый из нас должен стать как Авраам и как цар. Потому что без цары нет Авраама, без Авраама нет цар. Но уже это будет на следующем уроке мы продолжим. Да.